Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что смотрите. Известный российский политтехнолог Абаз Галямов со мной на связи прямо сейчас. Абаз, здравствуйте. Здравствуйте. Абаз, начать наш разговор я предлагаю с, ну, такого яркого материала Экономист о том, что Путин, кажется, побеждает, знак вопроса. Ну и, собственно, все расклады сил демонстрируют, что в Кремле выбрали правильную тактику и перестраивают уже государство под военные рельсы. Дополнение к этому сегодня стало широко известно о материале CNN, где, собственно, есть прогноз, что после выборов 2024 года Путин усилит мобилизацию. Медведев заявляет о цифрах, собранных, мобилизованных за уходящий год. Есть планы еще, как бы, дособрать людей. В общем, полмиллиона мобилизованных в России. Это вот сейчас фигурирует такая цифра. Но весной, мол, будет еще больше. Что вы думаете обо всем об этом? Насколько вот это западное мнение сейчас будет толкать к определенным действиям, шагам? Ну, уже не от Путина, а навстречу Путину? Ну, например, экономист в упомянутой вами статье, они ведь не призывают, не толкают, как вы говорите, в сторону Путина. Они ровно наоборот, они призывают Запад усилить помощь Украине. То есть весь пафос этой статьи, вот перечисление тех предполагаемых успехов, удач, которые сопутствуют Путину, значит, это все ровно ради того, чтобы сказать Западу, не расслабляйтесь, победа еще не то, чтобы она на мази не очевидна. Для того, чтобы Украина могла победить, нам надо усиливать помощь, а не оползать в сторону, как сейчас многие из представителей западного эстеблишмента пытаются делать. Вот, поэтому, Александр, я не знаю, насколько вот этот материал, то, о чем говорит СНН, это объективное отражение действительности. Ну, то есть это анализ или это пропаганда? Понимаете, для того, чтобы добиться, так сказать, благой цели, то бишь добиться увеличения объема помощи Запада Украине, нужно этот Запад убедить в этом, в том числе и путем нагнетания ситуации, так сказать, ну, чтобы не расслаблялись раньше времени. Да, потому что если возобладает та точка зрения, что все, Путин спекся, со дня на день рухнет, да, ну, тогда может возобладать и позиция, ну, тогда что, если он там уже все на мази, там, да, со дня на день победа, ну, так что тогда напрягаться, да, тогда можно уже заниматься, начинать заниматься своими делами. Ведь внутреннее желание заниматься своими делами, оно крепнет. Ну, то есть, понятно, в каждой стране хватает своих собственных внутренних проблем, да, и поэтому вот если вдруг появится у людей ощущение, что все, теперь это легитимно, теперь можно, ну, они с удовольствием этим займутся, да, и вот, во всяком случае, экономист пытается этому противостоять. У CNN вполне возможно, у CNN вполне возможно та же задача. Если брать вот сам предмет рассмотрения материала CNN, ну, просто смотрите, и у меня на канале многие политические эксперты, политтехнологи высказывают разные точки зрения. Одни говорят, что условно после выборов, ну, переизбрания Путина, да, до выборов в Соединенных Штатах Америки, есть такое золотое время, то есть, делаешь, что хочешь. Американцы будут заняты вообще погруженным в свои какие-то проблемы, поэтому мир как бы брошен, да, кот из дома, мыши в пляс. Поэтому будет Путин использовать это время. Соответственно, вот эти, как бы, прогнозы по мобилизации, полной мобилизации в Российской Федерации, именно после выборов, они как бы ложатся в это мнение. Другие говорят наоборот. Всем будет не до того, и Путину тоже, поэтому, условно, в этот период вообще все будут сворачивать и каким-то образом замораживать войну. Что вы думаете по этому поводу? Насколько вот этот золотой сезон, да, вот это полвесны, лето и чуть-чуть осени, вот это вот решающий в войне России против Украины? Я думаю, что не надо слишком уж сильно привязывать политику к войне в данном контексте. То есть, военные решения все-таки, в первую очередь, обуславливаются военной логикой. То есть, понятно, что политика давит, так сказать, и по войне, и по России. Вот, но это все равно вторично. То есть, ни в коем случае нельзя совершить ошибку и поставить политические резоны на первое место. Ну, то есть, решение о том, наступаем или не наступаем, определяется в первую очередь возможностями самой армии наступать, шансами на победу, наличием сил, вооружений, а не предстоящими там выборами президента США. Да, выборы президента США – это очень важный фактор, надо его учитывать в максимальной степени. Но такого, что мы можем наступать, но наступать не будем, потому что в США там выборы, например, или наоборот, мы не можем наступать, нам нечем наступать, у нас нет пушечного мяса, у нас нет оружия, но мы все равно будем наступать, потому что там впереди выборы президента США, такого не будет. Ну, понимаете, есть, конечно, такая советская традиция, брать города к праздникам, к каким-то юбилеям. Это известный феномен, когда хотим поздравить советский народ с предстоящего 7 ноября, поэтому давайте штурмуйте очередную высоту, вот отчитаемся, да, или штурмуем какой-то город. Могли бы взять после праздников, но возьмем накануне праздника. Есть, конечно, такая авторитарная традиция, и для российской армии, конечно, она тоже в целом свойственна, но мне кажется, после того, как Путин... То есть Путин не настолько неадекватен, мне кажется. Все-таки после того, как он обжегся на первом этапе войны, когда они там, значит, с гармошками, буквально, в смысле слова, там, поехали брать Киев, да, значит, ну, вот после этого, мне кажется, он, ну, там, себя сдерживает, сам себя вот как-то бьет по рукам, да, чтобы вот не привносить политическое в военное. Вот, поэтому я просто не буду... Это время, безусловно, способствующее, вот, как только выборы президента России пройдут, и на российское общественное мнение можно будет начать снова плевать, да, очень велика вероятность того, что они организуют мобилизацию. Это, безусловно, к гадалке не ходи. Ну, вот. Ну, а дальше, я думаю, они в преддверии выборов президента США, просто будут исходить из того, что американская система становится все менее устойчивой, а противостояние между республиканскими и демократами обостряется, поэтому, ну, время действительно благоприятствует, поэтому при всех прочих равных, так сказать, ну, давайте воевать. Ну, то есть они просто будут это время использовать для наступления, ну, повторюсь, в первую очередь при наличии, так сказать, физической возможности, если российская армия к этому в целом готова. Ну, причем как и в численном ключе, так и в технологическом. Да, 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 конечно, конечно. То есть я поэтому и не могу, и видите, Александр, я же все-таки не военный эксперт, поэтому я не могу учесть все эти факторы. То есть я понимаю, что мобилизацию отложили из-за выборов, да, вот здесь политика оказалась ключевым фактором. Вот. Но это же кушечное мясо, это же не единственная штука, да. Насколько я понял, вот в нынешней войне принципиальное значение имеет количество снарядов. Вот. А этот фактор уже, ну, он такой технологический, да. Говорят, что вроде как увеличивает Россию производство этих снарядов. То есть да, есть риск, что у Украины этих снарядов будет меньше у них. Ну, если верить, опять же, руководство Украины, которое открыто об этом говорит, то у них уже сейчас с этим есть проблема. С другой стороны, например, Германия на днях объявила о том, что она в два раза увеличивает объемы военной помощи Украине. Вот. Так сказать, ну, выполнят немцы взятые на себя обязательства или нет, вот ключевой фактор, да. Ну, то есть это не... Это в первую очередь технологическая составляющая. Вот. И я все это не могу учесть, поскольку не являюсь специалистом в этой сфере. Ну, смотрите, с немцами там, конечно, все очень сложно. Вот. Приходят обновления по вот этой... То есть заявить они заявили. И это действительно правда. Должны были 4 миллиарда, стало 8. Там Конституционный суд, там есть проблемы с финансированием и бюджетом. Сейчас начинается другой фортель, связанный с деньгами из Германии. Они говорят, ну, мол, ребята, мы не будем участвовать в этом фонде, мы и так хорошо помогли. Ну, фонд восстановления Украины, это международный фонд, куда все страны скидываются на то, чтобы отстраивать Украину. Ну, или как помогать Украине. Говорит, вот здесь нас не будет, мы и так тут помогли, плюс еще там нужно деньги найти. В общем, такая достаточно, ну, показательная история, когда вроде как заявление есть, вроде мейнстрим тот же, а по факту уже начинаются кочки и, скажем так, проблемы. Ну, вот в конце концов все это приведет, Александр, к тому, что либо у Украины будет достаточное количество снарядов, чтобы остановить российское контрнаступление, либо снарядов будет не хватать. В первом случае, значит, может быть, никакого особого наступления российская армия даже и предпринимать не будет. А в втором случае, ну, они решат, что да, давайте попробуем и в очередной раз попробуют. То есть вот что можно уверенно прогнозировать, это то, что где-то к маю следующего года у России начнут появляться новые порции свежего пушечного мяса. Да, и в этом смысле мясные штурмы становятся вполне возможными. Ярким, как бы, моментом, я бы хотел с вами его обсудить, стало на уходящей неделе сообщение о том, что 14 декабря будет прямая линия с Путиным. Она будет совмещена с пресс-конференцией, Песков шутит, что позвонить может любой, даже Зеленский. Ну, такая злая шутка, особенно исходя из того, что всю неделю обсуждают вероятность, возможность. Есть такая вероятность, нет таких вероятность переговоров, да, вот между Украиной и Россией, каким-то образом как-то вот разрешить ситуацию, за столом переговором. В общем, в Москве все говорят, включая Кадырова, что нет, этого не будет. Цуркова достали, собственно, из-под сукна, хотя неделю еще назад украинская разведка говорила, что он готовит Майдан-3 в Киеве. В Киеве тоже это опровергают, что, мол, никаких переговоров нет. Вот все все опровергают, но об этом говорят. Как вам кажется, 14 декабря, что произойдет? Мы услышим о выдвижении Путина на выборах, мы увидим какое-то, не знаю, проявление и подтверждение вот этих всех разговоров о переговорах. Что это за выпад по поводу? Зеленский тоже может позвонить. В общем, очень интересно, все сходится на 14 число, и как бы... Или это просто, знаете, вот пыль, да, туман, чтобы больше ждали, как с этими плакатами перед прошлой прямой линией. Ну, базовый сценарий, основной сценарий все-таки этот Путин объявит о выдвижении. То есть там будет организован какой-то спектакль с обращениями к нему, то есть какая-нибудь очередная там Перешкова выползет из-под камня, значит, со словами «Вот мне тут под камнем пишут, звонят, и, значит, Владимир Владимирович, куда без вас?» Ну, и он, милости, согласится. Вот. Полностью исключать варианты с отменой выборов я все-таки пока не буду. Ну, то есть я знаю, что есть сторонники этого всего во главе с Патрушевым, это крайне влиятельная группа. Вот. Вообще, Александр, понимаете, как я говорил в Сунь-Дзи, война — это путь обмана. Ведь вообще, ну, совершенно нельзя исключать того, что на самом деле все вот эти, допустим, публичные заявления Зеленского о том, что нам не хватает снаряда. Заявления, например, значит, там слухи о ссоре Зеленского с заложными. Какие-то проблемы там с западными партнерами, с оружием, да? Вот это становится возможным. Даже эти публикации в западных СМИ. Ну, вот я не люблю конспирологию, но в ситуации с войной, которая, повторюсь, есть путь обмана, значит, ну, нельзя исключать, что это вообще такая грандиозная операция по дезинформации, предъявит рывка на Крым. И я, в принципе, думаю, что и Путин не может этого варианта для себя исключить. И он сейчас, вот оставшееся до 14-го числа время, пытается все-таки просчитать, что может произойти на отрезке между 14 декабря и марками, днем голосования. Потому что если есть шанс, что в этот момент произойдет что-то очень серьезное на фронте, неприятное для России, а полностью исключать я, пока, во всяком случае, этого не могу, хотя бы теоретически, потому что, ну, за эти полтора года мы много раз такие вещи видели. Мы видели эффективные атаки на Крымский мост, мы видели отступление из-под Киева, мы видели бег спресс-под Харькова, мы видели сдачу Херсона, вот, мы видели рейды в Белгородскую область, да, и я исхожу из того, что к выборам готовится не только Кремль, но и ВСУ, и американцы, они тоже могут сюрпризы какие-то подготовить. И я понимаю, как политтехнолог, что путинская компания, если что-то такое на фронте будет происходить, она просто в дребезги просто разлетится, понимаете? Значит, и на самом деле, ну, угрозы физического поражения на выборах, наверное, все-таки трудно себе представить, но выборы, которые, ну, то есть, голосовать за Путина люди не будут в этой ситуации. Вы понимаете, почему? Потому что сама компания будет построена на том, что у них других вариантов нет. Люди хотят мира, да, люди хотят, ну, либо победа, а раз победы нет, то мира, да. Вот, кстати, вы меня спросили об этих слухах о мире, их по мере приближения к дневному голосованию будет становиться все больше. То есть, Путин будет, очевидно, демонстрировать миролюбие. Да, потому что у россиян спрос на это. Да, нельзя показаться неадекватным, который, как Медведев, размахивает там ядерной дубинкой. Вот. Я думаю, что... Я думаю, что Медведев еще под затыльник, ой, да, получит под затыльник под Путина в ходе кампании вот за такие вещи. Ну, может, да, Медведев, может, кто-нибудь другой, там, где-нибудь салавьев, там, ну, то есть, вот Путин кого-нибудь осадит, я думаю. Да, просто потому, что, повторюсь, ему надо демонстрировать россиянам, что, чтобы они вот почувствовали, что, да, мы воюем, но вовсе не потому, что у нас там такой сошедший сумак, там, маньяк-фюрор кровавый, да, ну, что он воюет нехотя, потому что, ну, реально других вариантов ему не оставит. Ну, как только будет возможно, он тут же остановит эту войну. Вот, вот ему этот образ надо рисовать, да. Значит, и он будет, но в целом, это то, что касается этой войны, да, но в целом, тему войны будут занижать, заигрывать, будут пытаться показать, что, ну, как бы это один, всего лишь один из аспектов жизни, там, многоаспектной, сложной, да, большой державы. Значит, да, мы воюем, но у нас много чего другого происходит. У нас там стройка развивается, там, экономика, там, станции преодолеваем, разворот на восток, значит, смотрите, какие у нас там новые транспортные коридоры, там, из Китая, там, значит, еще что-нибудь. Ну, то есть, вот будут вот такие вещи без конца рассказывать, чтобы россияне, так сказать, будут безудержно врать, но чтобы россияне, так сказать, просто обалдели, открывающиеся перед ними перспективы, они попытаются шокировать их масштабами вранья. И вот представьте себе, Александр, идет такая вот история, рассказывает такой условный, Куснулин, министр, ой, вице-премьер, курирующий стройку, о том, как к 2030 году три четверти россиян переедут в новые квартиры, а это не в раке, это правда, он это сказал, выступая 4 ноября на форуме, на выставке, посвященной достижениям народного хозяйства России. Помните, Киренко анонсировал, что 4 ноября Путин объявится о своем выдвижении, Путин не приехал, приехал в Куснулин и рассказывал, что три четверти, ну там, что-то между двумя третями и тремя четвертями точно больше половины россиян переедут в новые квартиры к 2030 году. То есть, представьте себе, кампания идет... Прямо как в Советском Союзе, я помню. Да, 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 ну да, но они зациклены, Путин зациклен на советском опыте, они его постоянно воспроизводят, да. Горбачев обещал к 2000 году отдельную квартиру каждой российской семье, советской семье. Так вот, представьте себе, вот там, январь-февраль, условно говоря, начало марта, и, значит, тут вот они широкими мазками такие перспективы там рисуют, и в этот момент там происходит что-то типа там Харьковской операции, да, там, армия бежит, или там вторжение, значит, РДК на Голгородскую область, да, и что-то типа там, ну, уже силами там не 200 человек, условно говоря, а 5000 человек. Я исхожу из того, что заложенный там, если захочет, то и 5000, и 10 тысяч сможет организовать. Что, ему даже людей-то в другую форму переодевать нам придется, у РДК та же самая форма, просто шевроны другие, да. Ну, то есть, что, ему не найти 10 тысяч русскоязычных, значит, украинцев в армии, конечно, найдет. Вот. И я не могу исключить, что что-то такое будет. И Путин со своей вот этой компанией, значит, когда он там радужные перспективы рисует, на этом фоне окажется таким бесконечно далеким от жизни прожектором, понимаете, фантазером, выжившим из ума стариком, вот, что явка среди лояльных упадет до нуля, значит, зато будет мощный всплеск такого протестного голосования, и придется фальсифицировать, ну, прямо, что называется, мама не горюй. Да, и в итоге, ну, всем станет, очевидно, даже лояльным лоялистом, да, что, и главное силовикам, государственным аппаратам, всем станет очевидно, что выборы сфальсифицированы просто напрочь. Ни одного процента доверия не будет, да, и в итоге его, он сам своими руками обнулить собственную легитимность, понимаете. В этом смысле лучше уж тогда отменить выборы прямо сейчас, да, и вообще на них не ходить, ну, то есть сказать, прекратить изображать из всего этого. Ну, смотрите, это тоже такой какой-то странный путь, потому что во время непосредственных боевых действий под обстрелами, под, там, хаймарсами, условно, да, выборы на так называемых, ну, оккупированных у Украины новых территориях они проводили, а эти вот провести как бы не могут. Парадокс. Я думаю, что... Да, да, не, вот это для очень небольшого числа людей в России это станет проблемой, парадоксом. Да, ну, просто они начнут там раскачивать эту тему, что мы воюем не с Украиной, мы воюем с НАТО. Ну, в общем-то, предпосылки к этой теме есть. Я не говорю, что это будет популярное решение. Нет, оно точно будет непопулярным решением. Но это для них все равно будет лучше, чем вот то, о чем я сказал. Да, потому что в этот момент вообще что угодно может произойти, понимаете, если... Представьте себе... Вот вспомните просто, как это было, когда Пригожин пошел на Ростов, а потом на Москву. Двое суток система была вообще парализована. Ну, реально, никто ничего не мог делать. И... И представьте себе, что что-то такое происходит в тот самый момент, когда выборы надо полиции в сервере. Фальсификация выборов, ну, поверь, человеку, работавшему вице-губернатором в крупном регионе, отличавшему за политику, во время Болотной как раз, фальсификация выборов это с административной точки зрения не очень простая штука. Больше половины российских регионов вообще толком не умеют фальсифицировать выборы, вот скажу, отправил вам секрет. Ну, примерно половина. То есть, на самом деле, выезжают в первую очередь за счет так называемых электоральных салтанатов. А там какая-то Владимирская область, там, они просто вообще не знают, с какого конца подходить, понимаете. вот. И поэтому вот представьте, что вот нужно, чтобы в этот момент все административные мускулы, так сказать, этого организма мобилизовались и работали там, не покладая рук, да, там совершаются в этот момент десятки тысяч звонков, там, нужна координация между разными регионами, условно говоря, с Дальнего Востока цифры вот такие идут, соответственно, Башкирия должна накидать вот сколько-то еще отсюда, там, да, значит, и вот это вот все вот такое, там, постоянно крутится. А тут они все сидят в ужасе и ждут, значит, что там будет, прорвутся эти, значит, или не прорвутся, потому что они же все понимают, что они, по сути, совершают преступление, а если сейчас все это рухнет, а я, суд меня поймали в этот самый момент, когда я тут фальсифицирую, сижу, ну, то есть я себе все гарантированно там уже, значит, в тюрьму. Вот. Бюрократия это такая штука, они очень ушлые ребята, они делают, что ты им сказал, когда они верят, то, что ты и завтра будешь начальником. А если они не уверены в этом, так они просто попрячутся, у них там, у кого-то инфаркт, у кого-то инсульт, в больницы поехали, у кого-то телефон разрядился, значит, и там, помните, как Путин не мог к этому генпрокурору дозвониться. Ну вот, вот такая же история начнется. Помчилова, она же истеричка, вот. А у нее, ее тут же парализует, вот. Вот я легко себе представляю, что она в такой ситуации там, бросит, все эти две тени раскидает, значит, вот, и уйдет там, закроется, значит, в комнате отдыха, да, ее там, слушники, не смогут оттуда вытащить. Вот. Вообще, вот это, это на самом деле такое, ну, оно может и не случиться, но точно исключить, что это, вот, это вот точно не случиться нельзя. мы видели за эти полтора года, на самом деле, что система там, да, которая внешне казалась какой-то там мощной, сильной, чрезвычайной, на самом деле, натурализм на соплях держится. Вот. и поэтому вот проще даже не начинать это. И вот эта точка зрения патрушевская, судя по всему, Путину ее, ну, для себя не отверг. Почему-то Александр Кириенко, который наставит на том, что выборы нужны, Польчуков, они анонсировали, что 4 ноября Путин объявит о своем выдвижении. Было такое, да. А Путин ведь этого не сделал. Да. Вместо этого он встречался с Белоусовым, первым вице-премьером, который в рабочей группе при Совбезе сейчас прорабатывает тему возможностей российской экономики, вот, в смысле, ее милитаризации, мобилизации, национализации там некоторых отраслей. Вот. То есть, это часть патрушевского сценария. То есть, мы там отменяем выборы, будем в военное положение, национализируем экономику, там, все для фронта, все для победы. Ну, вот такая тотальная мобилизация. Не в военном смысле слова мобилизации, не только, вернее, военном, и военном тоже. Ну, вообще, вот, в целом, весь государственный организм, все общественные организмы, да, все начинает функционировать, ну, в формате, как это было между, там, 41-м и 45-м годом, да, все для фронта, все для победы. И вот, вместо того, чтобы идти на выборы, объявлять о том, что он идет на выборы, 4 ноября, Путин обсуждал с Галаусом сценарий по-туршески, по сути. Вот. Выдержит наша экономика этого или не выдержит? Потому что, по сути, этот сценарий предполагает отказ от рыночной экономики и переход к прямому дирижизму Галаусов, имея репутацию, устойчивую репутацию сторонников вот этого самого дирижизма. Вот. То есть, я пока исхожу из того, что Путин, ему хочется пойти на выборы, строго говоря, но он хочет быть уверен, что это будет примерно так же, как в 2018 году. Легко, играя чудо, были проблемы с Грудининым, но, в принципе, они не носили системного характера, поэтому были легко решены и формальный результат, сколько он хотел, там, я не помню, 7 в 5, 7 в 6, 7 в 7 он получил. Он его получил и более-менее вышел из этих выборов, так сказать, с легитимным президентом. Он до сих пор на остатках той легитимности едет. Ему надо обновить этот мандат. Потому что, строго говоря, отмена выборов, конечно, в целом не понравится россиянам. И после марта следующего года он быстро-быстро начнет, вот если он выборы отменил, то после марта следующего года он быстро-быстро начнет в глазах россиян трансформироваться в такого откровенного узурпатора, по сути. Если до сих пор это президент всенародный избранный, то он будет узурпаторным. И это ослабит его позиции не только в общественном мнении, а как следствие это ослабит его позиции в глазах аппарата, в глазах силовиков. Понимаете? И ему этого не хочется. Поэтому он в целом, я думаю, поэтому я сказал базовый сценарий все-таки, что он идет на выборы. Но он пытается просчитать риски. И пока просчитать он их не может. Я думаю, до последнего момента он будет думать. Как-то так. я просто вас слушаю и у нас же тоже такая дискуссия развивается. Ну, она есть внутриполитическая, украинская по поводу отмены выборов в Украине. Ну, как, не то, что отмены, невозможности. Сроки вроде как подходят. Уже срок Верховную Раду должны были переизбрать. 31 марта, все вокруг этого 31 марта танцуют по поводу президентских выборов. Если там парламент, военное положение отменяет эти выборы, введенные в Украину, автоматически, то про президента этого не написано, а если не написано, значит, как бы, есть вопросы. Хотя, вроде как, растолковали, что нет, Зеленский будет до конца военного положения. Депутаты подписывают, что никаких выборов, ни президентских, ни парламентских, только через полгода после отмены военного положения выходит супруга президента, и так интересно наблюдать, она там то говорила, ну, более-менее благосклонно, а теперь говорит, что нет, она против, чтобы ее муж шел на второй срок, про Зеленского, чтобы там, говорит, будем искать что-то, придумывать что-то другое. То есть, у нас тоже вот эта дискуссия идет, но у нас-то введено военное положение, ну, то есть, есть бумажка, на которую можно сослаться, а в России этого нет, вот эти зоны там, ну, скажем так, террористической опасности, которые остаются, на которой там, ну, так, ну, искоса смотрят, с точки зрения исполнительного, то есть, комендантского часа нет, имеется в виду, на территории Российской Федерации, ну, как, органичной, той, которая была до вторжения. Ну, в общем, как-то вот такая история. Я хотел бы вот здесь такую аппаратную нить зацепить. Пишут много об каких-то левых деньгах. Глава Росфинмониторинга пришел к Путину и якобы ему рассказал о том, что вот эта вся мощная как бы структура ВПК, это огромная, обдальная схема, и там просто баснословные деньги как бы обналичивают на ВПК Российской Федерации, Путин, мол, послушал, будут приниматься выводы. Потом была публикация, я встречал о том, что как бы начинает вскрываться черная бухгалтерия новых территорий. Ну, то есть, не все так вот, как просто, да, что вот пришли, оккупировали, и давай там, а еще и как бы в чемоданах, конвертах, в рукавах, и под столом, собственно, заносят друг другу деньги за те или иные, скажем так, преференции, плюс, этим объясняется и абсолютно, ну, там, другая, другой уклад жизни на оккупированных украинских территориях и в самой России. Я хочу вот как задать вам вопрос ввиду этого. Кажется, кажется, что, ну, деньги для Кремля не вопрос. Вот, ну, не вопрос. Сколько надо, столько есть, вот, смотрите, какой у нас бюджет большой, вот мы тут выделяем, вот у нас тут, как бы, в Москве деньги есть. А это не замок из песка по поводу вот таких понтов деньгами, что у них хватает и на войну, и на пушки, и на масло, еще и в карман чиновнику? Не, ну, конечно, у них есть проблемы. То есть, в целом, экономическая ситуация, конечно же, ухудшается. И перспектива в этом смысле совсем не радужная, потому что в результате санкций все-таки и технологические возможности российской экономики ухудшаются. Недавно, например, значит, рапортовали, причем сами, там, известие об этом писали, ну, то есть, лояльные, в общем-то, сообщали о том, что российская нефтепереработка, это же одна из ключевых отраслей, точнее, там, не периферийная какая-то тема, понимаете, там, разведение, там, не знаю, норки, там, в тундре, вот, что в результате вот этих санкций у российских нефтеперерабатывающих заводов заканчиваются запасы катализаторов, там, насад, присадок, по-моему, они у них называются, да, химикаты, которые углубляют глубину переработки нефти. То есть, это на самом же деле сложный технологический процесс, потому что если это делать без вот этих импортных комплектующих, ну, глубина будет, условно говоря, 60-70%, да, а с их помощью, да, вот, глубина будет, там, 95% уже, то есть, принципиально другие доходы тогда, да, вот, и, и вот, ну, они сталкиваются с этой проблемой, то есть, я так понимаю, если дальше так пойдет, то, скоро вся российская нефтипоработка будет просто отделять, там, дистопливо от мазута и все, и больше ничего, а там дальше нефтехимия, то есть, огромное количество нефтехимических производств, а они что делать-то будут, вот, ну, то есть, в целом, проблема, конечно, есть, но это не то, что вот завтра уже деньги кончатся, то есть, на войну деньги есть, и еще их долго будет хватать, то есть, помните, как в том анекдоте, пап, теперь ты будешь меньше пить, нет, оценок, ты будешь меньше есть, ну, то есть, дорогие россияне будут меньше есть, вот, поэтому, ну, исходить надо из того, что деньги в войну Путин будет вываливать еще достаточно долго. Ну, соответственно, зарабатывать на них разного рода схемами чиновники тоже не перестают. да, конечно, они, конечно, конечно, сейчас воруют, чтобы вы просто понимали, Александр, это вот прям, в этом смысл какой-то жизни появился, бытия, что назвать, понимаете, до начала войны чиновник, как бы, решал две задачи, ему надо было воровать, понятно, что он туда еще пришел, то есть, российская элита крайне коронтирована, ну, они прям, премьер берут же с Путина, про Путина сколько коррупции все знают, благодаря Навальному там, значит, и не только, поэтому у меня был, значит, знакомый давным-давно когда-то, он брал взятки за кадровые, он тему кадровых назначений там в одном из полпредств курьера, да, брал взятки, значит, за назначение на разные федеральные должности, знаете, Роскихнадзор, Росрфнадзор, не Росдраф, Роских, Росприроднадзор, это такие, это золотое дно, это Клондайк на самом деле, там можно обогатиться, и вот он брал за это дело взятки, за свою закорючку, его виза там требовалась, и при этом он, значит, говорил, ну, типа, у меня же нет Газпрома или Роснефти, да, поэтому, ну вот, приходится, такой, вот, такой ерундой заниматься, ну, то есть он, в принципе, легитимизировал свою взяточность отсылками к Путину, вот, потому что Газпром и Роснефть это лично путинские темы, и, в общем, раньше они, ну, там, понятно, брали, но все-таки, это было, так сказать, на 49% задачи, а на 51% все-таки надо было усидеть, так сказать, на этой должности, сохранить ее, не сесть в тюрьму, там, да, то есть вот, приоритетность была такая, а теперь, поскольку в целом у них будущее крайне туманно, ну, то есть, подавляюще большинство этих людей понимает, что до бесконечности это то, что сейчас происходит, в Акканале, там, продолжаться не может, как любой вот абсолютно ненормальный деспотический режим фашистского толка, да, он все равно закончится в какой-то момент, ну, то есть фюрер тоже долгие годы был на коне, но закончился это бункером 45-го года, и поэтому они все равно понимают, что это все вот, ну, там, перспектив, нет, перспектива такая крайне неприятная, там, гага, да, вот, ну, либо там сбежать спрятаться каким-то образом, но чтобы сбежать спрятаться, надо вот перед этим натырить, ну, то есть они вот сейчас натырить, это прям смысл бытия в этом, прям, ну, прямо вообще вот это, если это раньше было 49%, то теперь это уже не 51 даже, не знаю, 75% смысл их жизни, поэтому они будут продолжать это там, воровать, причем даже на самых священных вещах, типа на войну, казалось бы, да, ну, давайте воровать на чем-нибудь другом, на то, что на войну, там, да, это святое, не, давайте прям вот и на войне тоже, вот, меня в этой истории больше заинтересовало, почему публично эту историю показали, значит, вот так вот «Росфинмониторинга», где он рассказывает, по сути, дорогим россиянам, как кто-то стырится, то есть, очевидно же, это способствует росту протестных настроений, и у меня нет пока точного ответа на этот вопрос, почему это случилось, ну, то есть, отчасти, наверное, значит, отчасти, это связано с, ну, с тем, что они все-таки попытались показать ситуацию, что мы с этим боремся и побеждаем, да, то есть, там он отчитывался о возбужденных делах, о том, какие, значит, там, миллиарда они вернули, вот, то есть, это была попытка рассказать не столько о воровстве, сколько о борьбе с воровством, так сказать, да, вот такой акцент. Ну, и вторая, второй компонент, все-таки, общесистемная такая, знаете, работа у них настолько неэффективна уже, что, ну, что доминировать начинают вот эти корыстные интересы отдельных ведомств, чиновников, ведомственные интересы, да, то есть, вот эта вот межведомственная координация начинает хромать на обе ноги, то есть, для него, для главы Росфинмониторинга, для него совершенно очевидно, это аппаратная победа, я пришел к Путину, вся страна видит, я пришел к Путину, я ему докладываю, он меня слушает, я борюсь со злом, да, ну, то есть, после этого все понимают, ого, это там, ну, такой серьезный чел, да, то есть, трубки там, когда он кому-нибудь звонит, будут там, значит, подпрыгивая, хватать там, да, что вы изволите, потому что, а бог его знает, а может он завтра опять к президенту идет, там опять будет докладывать, вот, то есть, он свои аппаратные позиции таким образом укрепляет, демонстрируя свою значимость, это значит, что ему ресурсы будут выделяться, там, да, ну, в общем, это аппаратная победа. А Кремль, который должен выстраивать информационную политику, исходя из соображений, не интересов вот этого конкретного там ведомства, да, Росфин-мониторинга, а исходя из интересов, вот, политических интересов Путина, он эту свою роль уже, ну, исполняет плохо, понимаете, да, то есть, он уже не может, там, перебороть ведомственные аппетиты Росфин-мониторинга, вот, и поэтому это вываливается в паблик. То есть, условно говоря, взять, тут мы провоком по столу, там, Громов, допустим, или Кириенко должны были это сделать, и сказать, нет, мы это не покажем, они уже боятся, потому что этот-то чувак из компании, извините, из компании Патрушева, да, а Патрушева эти соображения, там, Громовский, Кириенковский, да плевать, да, руками этого Росфин-мониторинга Патрушев рулит, вот, и, и встать у него на пути уже, уже боятся, и в результате делают то, что делают, да, ухудшая положение системы в целом. Вот как-то так. Да, друзья, пожалуйста, подпишитесь на Абаса Галямова, сделать это можно в Телеграм, ссылку я оставлю в описании к этому видео, поэтому переходите, интересуйтесь, поставьте лайк, пожалуйста, этому видео, спасибо, что досмотрели до этого места. На, как бы, завершение, вот, финальную часть я бы хотел с вами обсудить, ну, вот, в принципе, понятен же ход мысли, ну, вот, смотрите, то есть предвыборка в России началась, мы уже констатируем это, и Медведев, его риторика, и вот эти истории с борьбой с коррупцией, схемы, тайны, там, на новых территориях, как пилят деньги, да, это же как новые территории, подается пропагандой путинской, а, собственно, как на этом можно деньги пилить, столько же крови пролито, и поэтому включается, как бы, эта машина предвыборная, но я хотел бы, вот здесь один аспект затронуть, а что с этими ЛГБТ-экстремистами, ну, какая-то странная история, то есть, мы видим, как все оппозиционеры, уехавшие из России, там, вывешивают флажки ЛГБТ, а в России, как бы, признают это, как экстремистской организацией, закрывают ЛГБТ-клубы, в Питере, в Москве, прям, рейды, скажем так, облавы, на эти заведения, ну, как бы, с одной стороны, вроде как, понятно, все тоже в духе пропагандистской машины, и предвыборной риторики, мол, что Путин же идет с традиционными ценностями, поэтому, не традиционные, экстремисты получаются, поэтому их давайте в тюрьму, их давайте, скажем так, прессовать, клубы закрывать, но с другой стороны, Путин же, он же тоже демократ, ну, по крайней мере, себя так вот подает, он подает же эту демократию, как бы, со своим, в его понимании, человеческим лицом, а если верить разным, ну, скажем так, обозревателям, то представителей как раз ЛГБТ-сообщества, ну, таких, не публичных где-то, но очень много в российской элите и верхушке, что думаете по поводу этих процессов, и как далеко заведут вот эти решения по признанию ЛГБТ-сообщества экстремистскими? Ну, боюсь, что заведут далеко, будут сажать людей, а в России, ну, вот не получается останавливать репрессивную машину, так сказать, доехали до куда-то и остановились, не, она продолжает ехать. Большого политического смысла во всем этом я не вижу, россиянам, россиян, вот эта борьба с ЛГБТ, не сильно мобилизует вокруг, так сказать, сплачивает вокруг царя. Ну, то есть это один из там множества аргументов, которые, ну, то есть, как бы, если спросить их там, как вы считаете, надо там ограничивать права ЛГБТ, ну, они скажут, да, надо, сторонники власти, ну, в принципе, большинство жителей страны, они в этом смысле достаточно консервативно настроены, но их это не сильно вот заводит, понимаете, им, в принципе, это все поднадоело, ну, то есть они понимают, что, ну, не угроза со стороны ЛГБТ, так сказать, да, вот, является проблемой, которая мешает им жить, вот нету этого у них, понимаете, и вот это ощущение, что это блажь какая-то, да, оно подспудно уже присутствует, и в какой, и в любой момент, вот как только общая ситуация, начнет для властей ухудшаться, и протест, ну, люди, люди где-то там чуть-чуть позволят себе допускать чуть больше фронды, да, а в момент ослабления властей это всегда происходит, ну, так, они сразу, вот этот тезис о том, что, да, они вообще придурки, извините за выражение, страдают, ну, россияне так и скажут, вот, смотрите, в постель лезут, и там все пытаются научить, кому с кем спать, и все скажут, все 100% населения, ну, не 100, конечно, ну, не знаю, 75 точно скажут, ну, вообще-то да, достали уже, вот это моментально обернется против них, ну, то есть, вот подстудно, это уже, уже есть это ощущение, и, и поэтому я не думаю, что это прямо вот такой хитрый кремлевский замысел, дескать, вот этим заниматься, этой ерундой, это, это реально раздражает вот молодежь, то есть, старшие к этому относятся так, спокойно, их это просто не очень сильно интересует, а молодежь, это вот как раз, вот это, ну, то есть, ладно, в политике вы там занимаетесь, своей большой политикой, у вас там Украина, враг Америка, враг, мы в этом ничего не понимаем, бог с вами, но лезь к нам там с правом на аборты, там, да, кому с кем спать, да, ну, они обалделили вы, и, и, и в этом смысле, ну, там, негативы политические власти, вот благодаря этой штуке, получают больше, чем позитива, но, поскольку Путин сказал традиционные ценности, все чиновники бегут уже, значит, выслуживаются, да, и, и это уже невозможно остановить, потому что, как ты остановишь, ну, Керенку, условно говоря, ему хватит ума понять, что это не нужно, а как он их остановит, это же Путин сказал, то есть, ты что хочешь сказать, что Путин что-то не всерьез говорит, какую-то ерунду сказал, не надо там выполнять нам поручение нашего президента, Керенка же не может так сказать, да, и все, поэтому он молчит, а эти все дурачки бегают там на четырех флагах, да, и ура, ура, Владимир Владимирович, смотри, мы тоже за тебя, да, но заслуживается, что я говорю. Допустим, вот эту историю с признанием ЛГБТ экстремистами, ее запустил Чуйченко, министр юстиции. Чуйченко в крайне сложной ситуации, он медведевский, его ненавидят, так сказать, путинские, он последний медведевский в правительстве, вот единственный, кто в правительство Мишульстина попал, его в любой момент могут сожрать, причем сожрать могут физически, часть медведевских уже в кюрьмах сидит, Абазов министр тоже был, тоже не кисом министр, не коже Чуйченко, вот сколько он жилет, сидит, а братья Магомедовы в прошлом году сели в ближайшую подельницу медведевские, Белалов едва успел убежать за границу, здесь уголовкой полностью расчехлили по полной, весь бизнес отобрали, вот, медведевские все под боем, в лучшем для них случае ушли, типа Тимакова и Дудберга, в какие-то госкорпорации, куда-то в Скоково, во внешнеэкономбанк, без уголовок, но из власти ушли полностью, то есть денежку зарабатывают и все, вот, и в принципе тоже в любой момент на самом деле могут оказаться под топком этой репрессивной машины, и поэтому, значит, Чуйченко надо быть святее Папы Римского, он единственным видит спасение, он же бывший либерал Медведев, это же либерал, и в любой момент что-то он скажет такое, что вот можно будет проинтерпретировать, как, да, не все вот эти тайные либералы, они же так вот, как были, так и остались, они нас сдадут в любой момент, Владимир Владимирович, вот как только что-то он сделает, что можно будет, вот по поводу чего можно будет вот так сказать Путину, гадалки не ходи, это будет Путину сказано, и поэтому Чуйченко надо вести себя так, чтобы никому даже в голову не пришло это сказать, он должен с выпученными глазами бегать там, и в том числе с ЛГБТ бороться, он с иноагентами борется, значит, с ЛГБТ борется, вот он просто выживает так, это аппаратная история, то есть я вот начал с того, что политического смысла в этом нет, это аппаратная история, и в итоге они все, вот получается, вот аппарат политический класс, сам себя накручивает на этот счет, то есть общество на все это обалдев смотрит со стороны, молодежь это раздражает, старшие поколения просто обалдев на это смотрят, ну такое отчаяние, что это ерундой занимается, ну то есть у них экономика рушится, народ нищает, война идет там, да, они там с ЛГБТ борются, вот, и они не могут остановиться, потому что им это в аппаратном смысле надо, и вот они сами себя накручивают, истерят по этому поводу, вот мы имеем то, что имеем. Но вы отметили достаточно, достаточно важную историю, что это может далеко зайти, вот это прям, к сожалению, да, да, потому что, ну мы помним, да, Советский Союз, срок замужеложества, ну вот этот вот, да, то есть, вполне себе тоже неплохая реинкарнация предыдущего, ну, скажем так, просто тут один момент, если это системный аппарат, ну, игра системы, аппаратная игра, то как бы, ЛГБТ, это же, как бы, вещь, ну, не системная, не, то есть, абсолютно разные противники, да, аппаратный механизм власти, государства, и какие-то там, опять-таки, они же, ну, они же по большому счету, и не совсем оформлены эти движения, как таковых, нет этих движений в Российской Федерации, прям, ЛГБТ, все. Александр, слушайте, а что, троцкисты были оформлены когда-то, там, тоже не были оформлены, да, в 30-е годы, и это что, мешало НКВД ловить там троцкистские заговоры, разоблачать? Нет, поэтому и здесь тоже будут так же заслуживать, вот, заговоры геев, так сказать, вот, пытались Путину сзади подкрасться. Ужас! Так это, слушайте, так это с политехнологической точки зрения можно очень хорошо докрутить. Ну, не знаю, в каком смысле, что вы умеете. Ну, вот они, там, не знаю, натовские, украинские, кто там еще, враги, да, вот эти вот геи, собирались там взрывать. это не, это, это не политехнологически, нет, Александр, это любой политехнологич, скажет, тьфу, глупость, вот, а силовики это будут делать, они же, те еще политехнологи, они же не чертовы-то не разбираются, понимаете, а вот, но борьба с экстремизмом, это же их задача, понимаете, вот в чем проблема. То есть, вот, если раньше ЛГБТ были, так сказать, клиентами политического блока, Кремля, ну, то есть, их критиковали там, в медиа, да, их объявляли там, рассадником порока, там, публичным пространством, но, но физически их не трогали, потому что, Кремль, он не про это, он физически, так сказать, врагами-то не занимается, он занимается вот, уничтожением морально, что называется, а теперь все, после вот этого решения, что это экстремизм, эту тему у Кремля, как бы, забрали, и передали ее силовикам, а те-то, они не через прессу работают, ну, там, они у них тоже есть люди, кто-то с прессой работает, и Патруша сам иногда статьи пишет, но в целом, это для них периферийная история пресса, там, да, а в целом, они работают другими метками, они возбуждают уголовные дела, они сажают людей, вот в чем проблема ЛГБТ, поэтому я и говорю, что, ну, у меня нет, к сожалению, для них хорошей новости, что, дескать, я очень хотел бы им сказать, ребята, не парьтесь, все нормально будет, никто вас не тронет, но я, понимая, как работал, функционирует аппарат, я вижу вот эту передачу туда, и я не могу себе представить, чтобы эти все в высшей степени аморальные люди, которые там сгруппированы, да, ну, по крайней мере, на высших эшелонах, чтобы они отказались от звезд, премий, там, понимаете, все, они им сказали экстремизм, будут бороться с экстремизмом, все, выслуживаться, будут, как Чученко, причем, а Чученко-то еще вчерашний либерал, но можно было бы ожидать от него, что в глубине души там где-то у него шевельнется совесть, вот, не шевельнулся, а у этих-то изначально не было совести, они же изначально за эти консервативные ценности, понимаете, вот, и они сейчас будут считать, что они в полном праве, то есть сажая геев, они на самом деле спасают Россию, им же начальство так велело, им же начальство так сказало, вот они и будут спасать Россию, посади гея, спаси Россию, да, раньше помните было посади дерево, да, там как-то атмосферу, а сейчас вот такая история. Аббас, я благодарен вам за ваше время и ваши мысли, которые мы поделились. Спасибо большое, до свидания. Друзья, берегите себя, всем добра и света, увидимся.